День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин, Утро на Болткоме. И вот такая перемена у нас с пятницей. Можно сказать, в рамках Утро на Болткоме мы встречаемся с методологом, с руководителем проектов разработки онлайн-обучения Еленой Хорошкиной. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Доброе утро. И продолжаем разговор о самообразовании и роли в этом искусственного интеллекта. Сегодня поговорим о том, что вообще, на какой стадии у нас находятся отношения с искусственным интеллектом. Неужели он уже дошел до нашего самообразования? Даже не только до самообразования. Как это произошло? Буквально считанные месяцы. Да, в январе появился. В январе появился. Позавчера мы баловали всякие картинки Меджорни, а сейчас, оказывается, он уже, можно и учиться чему-то у искусственного интеллекта. Ну, это была такая хорошая прогревка аудитории и интерес, привлечение. Мы помним, что действительно и в фейсбук сети взорвались красивыми картинками, стилизованными под разные контексты. Мы наигрались, нам понравилось, и потом уже действительно в январе произошел фурор в интернет-пространстве, и вообще общество было взорвано идеей о том, что все интеллект искусственный уже рядом, он уже работает, и очень многие, в том числе крупные компании, уже просто взяли его себе на работу. Какие, например, компании? Ну, один из таких очень ярких кейсов – это Coca-Cola, которая стала официальным партнером чата GPT. И маркетинговую стратегию, маркетинговые решения сейчас разрабатываются в сотрудничестве с чат-ботом, чат GPT. И уже в интернете можно посмотреть ролик, который был создан по сценарию и использованием нейросетей. Там не только чат GPT, но в том числе вот эта обработка картинок. То есть это уже реальность, которая вот произошла буквально за несколько месяцев. Опыт общения, вот вчера, я понимаю, в Днем Теней, насколько молодые люди открывают для себя эту новую возможность? Я, может быть, поделюсь. Действительно, я вот коллегам рассказывала, вчера был День Теней в Латвии, наверное, многие слышали об этом проекте. Прекрасный проект профориентации, когда школьникам предлагается стать тенью специалиста или профессионала. И моей тенью вчера стали два семиклассника. Ну и в том числе, ну, чтобы такого показать, я как методолог придумала, что я им покажу в том числе чат GPT, как инструмент, с которым я, в общем-то, ежедневно достаточно плотно работаю, сотрудничаю. И мы прошли все стадии от того, что да, мы что-то слышали, но как-то мы до конца не верим, как и подростки, до того, как я показала, как поставить задачу и крут, замирание дыхания, пауза и такая, ну, реакция, что это круто, здорово, до того момента, как мы нашли ошибочку, которую чат-бот выдал в названии латвийского города. И опять-таки на этом примере мы разобрали тот момент, что доверяй, но проверяй. Все-таки искусственный интеллект. А что за задания вы ему дали? Ну, так как это семиклассники, мы посмотрели на работу с чатом GPT с точки зрения школьной программы. И мы дали задание написать эссе на 20 предложений, я так сейчас точно не вспомню, про историю Латвии в XVIII веке и о событиях, о правителях, о главных географических моментах, которые на момент XVIII века происходили на территории современной Латвии. И заложили опять-таки вот такой обучающий момент, потому что, ну, когда вот работаешь с искусственным интеллектом, то у него можно и учиться. И мы заложили обучающий момент, чтобы была вводная часть, основная часть и завершение. И чат очень быстренько сориентировался и написал нам, да, вводную часть, основную часть, перечислил правители, перечислил, под кем находилось наше государство в то время. И в том числе были перечислены города, в котором была допущена ошибка. Город Елгова в русской транскрипции пишется из буквы Е. Да, а чат GPT написал нам с буквы Ялгова. Да, мы понимаем, что, ну, вот на латышский манер или в латышской транскрипции, если говорить, то есть ЙО читается между Е и Я. Да, да, и Ялгова, и вот в результате такого диалога с чатом GPT мы его научили правильному названию в русской транскрипции города Елгова. Он нас за это поблагодарил, и мы остались очень довольны, что внесли, так сказать, вклад в создание корректного контента, и мы надеемся, что в следующий раз, когда уже будут просить написать правильно этот город на русском языке, будет написано правильно. Елена, как не с вами, специалистом в вопросах онлайн-обучения, говорить на эти темы? Очень хорошо, что чат написал вот эту эссе на 20 предложений с водной частью, основной и выводами, и вы, как взрослый, разумный, получивший образование, человек, разбирающийся, как пишется, ЙОлгова через «я» или через «е», ну, грубый пример, но показательный, да. Да, вы знаете наверняка основную часть тех фактов, которые перечислил компьютер, вы знаете, где поправить его ошибку, но что касается семиклассников, которые заложили в него, ну, то есть им дали домашнее задание, утрирую, дали домашнее задание, они закинули в чат ДПТ, получили выполнение задания, не пропуская через мозг, сдали в школе. И получили там пользу для человеческого мозга вот этого всего. Ну, нужно понимать, что… Ну, опять же, да, взрослый человек в своей работе, когда, я так понимаю, идёт речь о делегировании части полномочий, какой-то там условно-черновой работы, да, хорошо, но именно что касается школьников, которые должны учиться, овладевать знаниями и фактами сами, я вижу в этом опасность. Хорошо, я попробую, может быть, так с нескольких сторон подойти к ответу на этот вопрос. Ну, во-первых, что взрослым, что детям важно чётко понимать, что это инструмент, это алгоритм, это инструмент, который работает на базе уже имеющейся информации в интернете. И сейчас уже последние годы в ситуации быстро меняющихся событий и огромного количества фейков взрослые, может быть, более приучены проверять и не доверять, хотя мы видим огромное количество, когда, ну, просто вот копируется или шерится информация без проверки. Та же самая история с детьми, объясняя и показывая преимущества работы с этим инструментом, не стоит останавливаться только на первом шаге, вау, сделай задание. Обязательно следует второй шаг, перепроверь результат. И вот этот момент, когда важно, может быть, не знать, а уметь найти информацию, проверить её, сейчас более актуален, более востребован этот навык, чем, скажем так, владение информацией на все 100%, в каком году, там, в 18 веке, какие правители были в Латвии. Но вы говорите проверять информацию. Найди и перепроверь. То есть это двойная работа, получается. Ты закинул это задание искусственному интеллекту, а потом прошёл всю ту же самую цепочку, проверяя каждый из этих фактов. Зачем? Ну, тут можно смотреть. Тут я вижу плюсы в том, что это очень значительно ускоряет, потому что помимо того, что в этом тексте появляются просто факты, появляется слаженной, с вводной частью, с основной частью заключения, текст, эссе, написанное на эту тему. И тебе остаётся действительно прочитать, а это уже плюс, и перепроверить какие-то даты рождения, правильность написания фамилий, городов или ещё что-то. Я сразу, наверное, здесь провёл интересную аналогию. Когда Дюма писал свои романы, известно же, что у него был литературный негр, и один из них был, ну, вылетел у меня в фамилию на М, по-моему, потом он даже судился с Дюма. И у них работа происходила примерно так же, как с чат-ботом. То есть Дюма ему набрасывал задание, говорит, вот мне нужна глава, где казнят Миледи, значит, вот напиши, вот здесь будет тот, а тот, а тот и тот. Тот прописывал весь текст, потом Дюма проходил со своим волшебным пером и расцвечивал, потому что у того был, действительно, когда сравнивали, вот там просто был пример литературический, что там текст, который написал тот, вот писатель средней руки, и там всё было достаточно механически. А вот Дюма добавлял удары молнии, там блеснула молния, вот они шли, там, значит, на лице Д'Артаньяна, он что-то тут же вписывал, добавлял краски, штрихи, и он просто, благодаря этому, производительность Дюма была просто сумасшедшей, он выпускал по нескольку романов в год просто, он, никто не мог за ним угнаться, потому что у него уже был вот написанный материал, в котором он просто вот проходил, и он давал ему вот именно чёткие задания. Значит, здесь вот пять глав, в этой главе будет это, 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 здесь развиваются, здесь персонажи такие-то, такие-то. Чем не работа с чат-ботом? Ну, чем-то похоже, и я, может быть, ещё добавлю такую ремарку, да, в качестве ответа. Конечно, разница между учителем и чат-ботом в том, что учитель – это человек живой, мы привыкли его видеть, но, по сути, тот же учитель, да, в итоге объясняет, как сделать, написать эссе, и что должно быть в этом эссе, и что относится, ну, и пример подаёт того, что должно быть в вводной части, в основной и в заключении. Чат-бот, может быть, не разжёвывает, он сразу выдаёт пример, да, такую ролевую модель, такой вот пример, от которого уже можно отталкиваться и брать за основу, и уже на примере понять, не на словах, а на примере понять готовый результат. И сейчас вот эта наша эпоха быстрых результатов изменений и скорости, да, часто она действительно требует именно готового результата, пусть не идеального, пусть не перфектного, которого вот, как потом Дюма, например, мы можем разукрасить и добавить, но от чего оттолкнуться вот этот материал, этот чат-боты или искусственный интеллект, он прекрасно справляется с этой задачей. У меня сразу вопрос. Хорошо, когда это касается, например, журналистики, там, исторических каких-нибудь работ и так далее, мы видим, что сейчас используется, ну, был факт же, искусственный интеллект для вынесения судебных решений, то есть там он выступает в роли судьи. То есть вот здесь уже какая-то ошибочка, я лгава или я лгава, вот уже как-то вот начинают напрягать, то есть там расстрелять. Ну, я утрирую, но сейчас говорят, они получают только право штрафовать, ну, то есть там выписывать штрафы по каким-то... По алгоритму. По алгоритму, да, там какому-то. Но, простите, вот начало положено, а дальше там, чтобы не посадили в тюрьму, ну, то есть просто вот человека могут... С кем ему дальше, вот как оспаривать это решение? С большим братом. Вот все тут побеседуют. Но сейчас тоже нужно понимать, что вот этот бум, да, искусственного интеллекта, который разразился вот в конце прошлого года, в начале этого, он... Его никто не ожидал. Вот не ожидали, что настолько быстро наберет обороты эта идея. И сейчас юриспреденция и, в общем-то, рассматривается юридический аспект использования и права чат-бота, и ответственности чат-бота, и разработчиков, потому что за каждой программой стоят, в том числе, разработчики. И сейчас это достаточно серьезная работа ведется на тем, чтобы, с одной стороны, защитить права, с другой стороны, оговорить способы использования, да, и вот эти этические вопросы, этические нормы. И, видимо, не просто так появилось вот это вот воззвание ведущих предпринимателей, в том числе, айтишников ведущих планеты, о том, что, ребята, давайте-ка поставим все это дело на паузу, надо разобраться. Возможно. Не могу сказать за Илона Маска, да, но что я, может быть, вижу в том числе, да, в этой ситуации, в том, что как вообще в целом общество относится к изменениям. Мы все в том возрасте, когда мы проходили за свою жизнь большое количество технических революций. Вспомните первые мобильные телефоны, да, когда казалось, что это. Было интересно, но было непросто. Привыкли к кнопочному, появились сенсорные, вроде интересно, но было непросто. Да, и сейчас в том числе общество испытывает вот первую стадию, стадию шока и отрицания. Идет процесс поиска ошибок, претензий, причин, почему не нужно этим пользоваться, призывы притормозить, призывы, потому что действительно общество не готово принять такой вот быстрый шаг искусственного интеллекта в нашу жизнь. Через какое-то время, да, уже сейчас вот появляются и скандалы, и гневные, скажем, какие-то выпады в сторону искусственного интеллекта. Но не за горами, в общем-то, и часть, скажем, уже тех людей, которые уже используют искусственный интеллект в работе, да, они уже перешли к процессу размышления, как еще я его могу использовать, а чем еще он мне может помочь, и принятие неизбежное. У меня сразу возникает вопрос. Мы говорим, принятие неизбежно, однако я бы предложил, как историк, заглянуть еще дальше в буду, в прошлое. Революции часто приносили очень большие беды простым людям. Вспомним движение лудитов, которые вдруг, ну вот человек работал, оказался без работы, потому что вот станок, он сразу 100 человек может заменить, один станок. И люди просто, оказывается, что они лишние, но... И пошли громить станки. Нет, ну они же пошли громить не просто так, им просто сказали, идите, все, вы больше не нужны. Как им выжить? То есть они понимают, что они обречены просто на смерть, на голодную смерть, потому что никто не заинтересован. То есть, ну, если общество не будет пытаться пристроить этих лишних, ну, если не будет пытаться, мы накануне того, что вот люди, многие лишатся работы, до этого вспомните знаменитую фразу «Овцы съели людей», когда огораживание вдруг в Англии выяснилось, что гораздо выгоднее разводить овец, чем заниматься сельским хозяйством. И там тысячи крестьян, их просто, это, по-моему, еще было даже в XVI веке, просто выгоняли, сгоняли с их насиженных мест и говорили, здесь будет теперь пастбище овец, нам не нужно, чтобы вы там здесь выращивали... Огородики свои огородили. И люди просто, они становились разбойниками, бандитами, их там вот вывозили массово в Австралию, потому что преступность взлетела сразу до небес, потому что люди оказались без средств к существам. Что им делать, подыхать на дороге от голода или, ну, брать в руки оружие? То есть вопрос мы формулируем так, в какой момент искусственный интеллект доведет до конечной точки маргинализации общества. Ну или до бунта какого-то людей, которые потеряют из-за этого работу и окажутся неудел. Я не могу сказать, в какой момент. Но я, может быть, даже, скажем так, предложу вернуться в совершенно недавнее наше прошлое, во времена пандемии, вспомните, когда нас резко, очень изменились резко обстоятельства работы, когда закрылись офисы, когда закрылись там медучреждения, и мы были вынуждены остаться дома, и в том числе огромное количество там торговых компаний, магазинов, торговых точек закрылось, да, люди в том числе остались без работы. И было много претензий в том числе к государству и к обществу, что что же нам сейчас делать и как нам перестроиться, да, что мы сможем, как нам адаптироваться в этой ситуации. Прошел год, прошло какое-то время, и мы видим, что очень много людей действительно адаптировались не только благодаря там государству и тем программам, которые существуют, но и в том числе тому, что сейчас вот эта открытость общества, открытость там инфопространства, она дает помимо того, что что-то отбирает, дает еще очень много возможностей. Но я помню, сколько было мемов, когда эти шуток на тему там «учитесь работать из дома», и там археолог типа взламывает у себя там в полы, там, значит, вскрывает. Вот что делать людям, которые не могут работать из дома, у которых вот вся профессия связана с тем, что это какие-то, не знаю, таксист не может там по дому ездить на велосипеде. Ну, совершенно верно, да, да. Ну, кстати, про таксистов и искусственный интеллект. Мы немножко вильнули в сторону, хотелось бы вернуться. Опять же, я читал об исследованиях, о том, как работает мозг, точнее, как меняется его работа, она замедляется, то есть ухудшается. А у людей, которые используют в знакомых для себя географических точках, ну, условно, ты перемещаешься по Риге, ты более-менее знаешь родной город, но как только ты включаешь GPS, ты отключаешь мозг. Тебе становится удобно, комфортно, но мозг не работает, и ты его не переключаешь на решение каких-то задач. То есть всё это звучит очень хорошо и красиво в теории. Мы сейчас искусственному интеллекту делегируем какую-то черновую работу, сами сосредоточимся на чём-то глобальном. Ну, нифига подобного не будет. Пример пандемии, кстати, он очень показателен в том смысле, что тоже в её начале, когда всех нас закрыли, появилась куча сообщений, все социальные сети были полны тоже планами розовыми и прочих цветов раскрашенными. Я сейчас подписался на такую-то лекцию, я целыми вечерами буду ходить по виртуальным музеям. По лугу подскочили просмотры на Порнхабе. Они сделали, отменили подписку на основной пакет, и, в общем-то, опять же, я утрирую, но картинка была именно такой. То есть планы, да, у нас освободилось время и появилась возможность сделать что-то полезное для собственного развития, нифига подобного. Мозг, он всё-таки ленивый. Человек ленивый, да. И делает всё для того, чтобы сохранить энергию. Я очень опасаюсь, что примерно то же… Я не хочу выглядеть лудитом или там отставшим. Я приветствую технологии развития и так далее. Но есть вопросы, которые меня действительно смущают. Я начал сочереднуться с детей, продолжил сейчас условно таксистами. Ну, даже любой из нас. Я, например, сажусь в машину, я включаю GPS в крайнем случае, когда я не знаю, где находится этот адрес, и выключаю, как только я понял, где он. И в крайнем случае, если я подозреваю пробку, опять же, мне подсказали, где пробки, где какие-то ловушки, я выключаю, я поехал сам. Это звучит смешно. Не какая-то, на самом деле, не тренировка мозга, но хоть профилактика… Но это как раз состояние здесь и сейчас, когда ты действительно сканируешь ситуацию и понимаешь… Совершенно верно. И я прокладываю маршрут, я прокладываю альтернативный маршрут. Конечно же, машина знает лучше меня, как туда быстрее добраться. Если я никуда не опаздываю, не спешу, я предпочитаю задействовать свой мозг и внутренний GPS, выяснять новые адреса и так далее. Но вернёмся к детям. Не будет ли всё-таки такого, что дети ещё более ленивые, чем взрослые? У взрослых есть хотя бы понимание осознанной необходимости, а у детей нет. И тоже это всё сказки. Мы научим детей учиться. Нифига ты не научишь ребёнка учиться. Он от природы ленивый, ему футбол там интересно погонять или там чем-то другим заняться, если девочка. Но учиться он не будет. Искусственный интеллект… Опять же, то, что я описал. Засунул в компьютер задание, получил готовое, сдал учителю, получил пятёрку и пошёл себе дальше. Ну, ты знаешь, я… Ну, моё мнение, оно такое, что я во многом с тобой соглашусь в том, что, ну, всегда будет прослойка тех ленивых, и в нашем детстве были те, которые сами не учились, а просто списывали. Ну, вот не чат GPT, а одноклассник, который сидит рядом, который написал, и я просто копию паст переписал, да. То есть во все времена будет процент тех, кто ищет лёгкие пути, не задумываясь, может быть, о тренировке мозга, о какой-то осознанности и вот таких вещей. И в данном случае, как раз-таки, на мой взгляд, надо… Ну, я во всяком случае стараюсь, я о себе буду говорить, что я во всяком случае стараюсь уделять этому ребёнку время на то, чтобы объяснять и разговаривать. Потому что, опять же, не секрет в том, что дети учатся от примера, от того, что рядом с тобой. Если они видят, как родители сачкуют и списывают, то и будут списывать. У нас есть звонок, и мы надеваем наушники, да. Доброе утро. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. А сорвался звонок. Сорвался, да. Звоните, 6212-93. Есть, есть, есть. Еще перезвоним. Да, алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вот, Александр, вы совершенно правы. Вот даже посмотреть не то, что на детей и там и подростков, и взрослых. Мобильные телефоны в общественном транспорте всюду. Они не слышат ничего, они никого не видят. Что-то, может, с ребёнком стоит. Всё. И они даже между собой не общаются. Это уже на балкоме обсуждалось сколько раз. Они больше книг не хотят читать. И даже вот то, что, может, какие-то физические занятия, так и тоже многие бросили. Проще же сидеть в телефоне. Вот к тому это идёт. И действительно, как спрашивают, кому это нужно, зачем нужно, чтобы люди вообще не думали. Спасибо. Спасибо за мнение. Спасибо. Ну, это ещё более утрированно, на самом деле, чем я, потому что мы не знаем, что в телефоне у конкретного человека или ребёнка, может быть. И чем он в конкретный момент занимается. У меня вчера была ситуация. В меня чуть не вошла девочка на улице, на тротуаре, здесь вот буквально за углом на Владемара, шла на полных парах и прямо в меня почти. Ну, то есть я увернулся в последние там сантиметры. Шла, вперевшись в мобильный телефон, но она слушала какую-то лекцию. Вот он, я уже не помню, какую тему там что-то, то ли математика, то ли физика. Она чему-то там училась. То есть это тоже происходит. Кто-то читает, кто-то новостные порталы читает. Но в целом, да, я понимаю, о чём вы говорите, уважаемые слушательницы, что нет общения в транспорте. А раньше, слушайте, с другой стороны, все в транспорте доставали кто книжку, кто газету. Тоже друг с другом не общался. Но я хочу вернуться к школе. Сейчас, Саша, немножечко, да, то есть действительно меняются, может быть, вот эти гаджеты. Когда-то были книги, теперь компьютеры, телефоны. Когда-то была роль учителя, сейчас это интернет и поисковики или чат-боты. Когда-то был собеседник или там казаки-разбойники. Сейчас это компьютерные игры, в которых общение происходит не менее активное и интересное. Вот я слышу, потому как играет мой семилетка, семиклассник, да, то есть меняются способы, но, в общем-то, если говорить о навыках, о развитии того же мозга, оно чуть меняется, другие немножко области заняты, но нет такого, что идёт сплошная деградация. Хорошо, тогда просто успокой меня. Простой пример, опять же, там, из 90-х. Не надо воспринимать только Бога ради мои слова однозначно. Сейчас другие примеры я из своей жизни. Там как-то мне задали сочинение в школе на уроке литературы, ну как мне, нам, о чём думал Андрей Балконский, лёжа раненым на поле. Я «Войну и мир» не читал, простите. И я понял, что я попал, но я написал. Я написал, потому что начал что-то там выдумать и так далее. Успокой меня, что не будет такого, что я, Саша Шунин, 21-го века, получив такое задание, закину в чат-бот это задание, получу готовое сочинение и даже думать не буду, о чём мог думать Андрей Балконский, лёжа раненый на поле. Будешь. Нет, ну просто у меня та же была ситуация, но у меня вместо чат-бота стояли на полке литературоведческие книги, и мне мама говорила, господи, эти сочинения, кому они нужны. Я в классе сидел, я в классе написал и думал. Вот берёшь вот эту книгу, вот здесь вот, там по всей классике, там вот написанным умными литературоведами, она просто подчёркивала абзац, говорит, вот этот абзац, вот этот абзац, и всё, и сдашь. А читать, ну, чтобы сам думал, ну, другие книжки можно читать. Ну, и в том числе продолжая опыт написания сочинений, и опять же, ну, легко провести аналогию. У меня мама, учитель русского языка и литературы, была, и в ситуации, вот как писать сочинения, особенно у нас же требовали большие объёмы этих сочинений, она мне подсказала лайфхат, берёшь книгу, открываешь «Войну и мир», предисловие или рецензию, и там всё написано. То есть навык, то есть за тебя уже всё сделали. Теперь натренируйся, да, найти, взять вот это важное, нужное, и сложить это в хорошее, правильное повествование. Но если... Сам. 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 Да. Хорошее, слаженное повествование. Совершенно верно. Потому что это же речь идёт о развитии культуры не только письменной речи, но и, в общем-то, вербального общения. И в том числе. Но, видишь, не надо обожествлять чат-боты или искусственный интеллект до уровня действительно сознания человеческого. Потому что, по большому счёту, механика чат-бота и вот этого инструмента, она заключается в том, что вот движок чат-бота, да, работая по принципам-алгоритмам, да, он берёт тот контент, который есть. Те произведения, те рецензии, те комментарии, да, которые в него уже загрузили, к которому у него есть доступ, да. Смотри, какая история произошла. Смотри, он ничего нового не создаёт. Создаёт. Он создаёт, он красиво подаёт, используя принципы, используя, опять-таки, там, какие-то приёмы и техники, работая, там, с текстом, литературным текстом или в каком-то жанре. А наша задача как раз-таки для того, чтобы было чат-боту, с чем работать, нам надо создавать этот контент. Вот, и то, что я хотел сказать, как раз-таки он не создаёт, создал пару недель назад. В Америке была ситуация, чат-бот, ну, как можно чат-бот обвинить, обвинили в расизме и дискриминации, потому что он тоже написал какую-то рецензию, а понадёргал всяких, ну, то, что у них называется слово на букву «Н» и прочее. Дальше вопрос, смотри, создать он у тебя в компьютере, как я это вижу, эту ситуацию, создать у тебя в компьютере он может всё, что угодно. Дальше, что с этой информацией сделал человек? Как она увидела свет? Как она вышла в эфир и как она стала доступна другим? Это вопрос, опять-таки, мне кажется, вот такой этики и того, как мы используем этот инструмент, там, во благо или там… Вот у меня, мы за эфиром начали эту тему о том, что чат-бот, по идее, может ли он что-то создавать, вот, или он может только копировать. И вот мы говорили о том, что… Компилировать тогда, скажем? Нет, ну, даже не только компилировать, но и копировать, потому что мы говорили о том, что можно заложить, вот, условно говоря, все книги Достоевского, все произведения, и попросить вот на этой основе, ну, вот был пример, мы говорили о том, что уже такое делается, написать что-то вот именно в стиле, чтобы это был стиль Достоевского. Или мы говорили, вот, Евгения Онегина, Пушкина, вот мы закладываем, попробуй-ка создать еще одну главу, то есть… Десять тысяч обезьян когда-нибудь намечают войну и мир. Нет, нет, это не то, нет, нет, это не то, он именно копирует, именно форму, ну, если вы говорите про Евгения Онегина, тогда это вот сам, вот, Онегинский, значит, стихотворный размер, это лексика Пушкина, это какие-то, значит, уже устойчивые словосочетания. И есть что ответить мне на это. Опять же, какое-то время назад, я произнесу условные пару недель назад, появилось сообщение о том, что ряд, опять же, американских художников, скульпторов, то, что у них общая называется артист, попросили разработать программу, и она уже разработана. Она мешает чатбону в этом нейросети считывать как раз-таки вот эти какие-то условные точки, показания и так далее, то есть копировать. То есть они создают, ну, внутри этих NFT свои произведения, а нейросеть не может их расшифровать. Она, вот этот основные кодовые какие-то вещи, она не может скопировать и потом воспроизвести а-ля что-то похожее. То есть уже идет борьба с условным копированием. Может быть, не борьба, а защита. Защита, ну, защита, да, это лучше сказать. Это нормально, более того, сейчас вот есть уже примеры чатботов, которые распознают тексты, там, визуальные изображения, которые написаны нейросетями, созданы нейросетями, или человеком. Кстати, мне вчера прислали один текст, я не перебиваю, дополняю, просто фонтанирую сегодня. Мне вчера буквально прислали один текст рекламный, и внизу стояла ссылка, может быть, она случайно осталась, я никогда такой не видел, прошел по ней, а программа, которая, собственно, верифицирует, там было написано, что это 100% текст, сочиненный, нет аналогов в сети, то есть оно не скопировано ниоткуда. Человек сам нарезал. Да, просто я к тому, что даже не обязательно, чтобы это был чатбот, ведь есть примеры, когда вот умер Конан Дойль, а его наследники продолжали штамповать, ну, вот, то есть они нанимали писателей, которые копируя абсолютно схему Конан Дойля, вот Ватсон приходит к Шерлоку Холмсу, у них традиционный разбор, Ватсон, почему вы там так плохо, ну, там, вы собираетесь вложить деньги там в южные бумаги, откуда вы узнали, все вот эти приемы, они скопированы, ну, то есть они просто, они, это человек делал, почему чатбот не может, то есть это не нарушение как бы ажерского права, то есть это будет просто... Вопрос в том, что в это время будет делать человек и его мозг. Машина может, это классно, вообще супер, что... Человек в это время, к этому времени, желательно, чтобы освоил практику управления, нейросетями, потому что сам по себе чатбот, он не заработает. Ему нужно четко поставленная задача. У нас звонок, мы его уже приняли, но висит. Да, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Я обратил бы внимание все-таки, что вся эта чатбот и прочее, прочее, все красиво звучит при одном условии. Если у ребенка в мозгах есть то, что он может использовать, я просто два примера приведу. Видел я дипломную работу, в которой, ну, технической точки зрения, меньше тройки в пятибайной системе поставить было невозможно. В то же самое время было видно, что это копий-бейст, плюс еще и гугл, стулкоюмс, английский, но латышский. Да. Прочитать его на латышском языке в латышу было невозможно, потому что я даже сначала не понял вообще, что написано. Второй пример из личной жизни. Вот тут уже говорили про Балконского, у меня другой пример был. Я совершенно не музыкальный парень, и когда надо было сочинение дома писать, я как-то пропустил этот момент, и соседка по партиям мне дала свое... Ну, посмотри, что я написала. Она девочка была из музыкальной школы, написала про лунную сценату Бетховена. Я ее никогда не слышал, ну, по крайней мере, на те времена. И, честно говоря, не интересовался совершенно. Я получил пятерку, а она четверку. У нее там были какие-то ошибки. А мне учительница сказала, то, что ты никогда не слышал лунную сценату, я уже понял. Но то, что ты просто потратил время, а потратил время мало. Просто я был весьма начитанный, может, что-то знал по другой музыке. Что я там набрал, я сейчас не помню. Но учительница оценила способность сочинять то, чего не знаешь. Но для того, чтобы сочинять, чего не знаешь, у тебя должна быть какая-то база. У сегодняшних молодежи, у них нет этой базы. Они открывают Википедию или Гугла, берут первую страницу, и для них это уже святая правда. Они уже выдают эту информацию. Вроде как другой нет. Вот этим сегодня пользуются масс-медиа и пресса и так далее. И вот один поток информации идет, а другие прикрываются. Перекрыть можно только, когда информация не в свободном доступе, теоретически. А вот так тебе дают, и на твою ленте другое искать не будешь. Это вам, пожалуйста, и тогда результаты выборов, это вам, пожалуйста, результаты собеседования, вхождения на работу. Это, по-моему, намного вреднее, чем кажется. Думать не дают, поощряют не думать, что не есть хорошо. Удачного дня. Спасибо. Отлично сформулировали. Спасибо огромное. И я думаю, что на этом, наверное, нам нужно будет уже и завершать. Ну, какая-то финальная фраза. Должна же прозвучать про то, что нужно думать. Я бы хотелось все-таки два слова сказать в защиту искусственного интеллекта. Может быть, не нужно быть на данном этапе действительно настолько однозначным в плане того, что искусственный интеллект не дает возможности думать. Как методолог и как человек, который занимается обучением и созданием методик обучения, инструмент нейросетей можно использовать для обучения, для развития, но действительно приложив усилия. И всегда будет процент тех, которым не нужно было это и 20 лет назад, и 30 лет назад, и не будет через 10 лет. Нужно учиться, развиваться и совершенствоваться. Я испытал просто шок, когда не смог ответить на вопрос, который, оказывается, задают детям при поступлении в детский сад Сократик. Сейчас? Да, ну сейчас. Сократик? Да, ну так называется этот детский садик. Но, кстати, на него, по-моему, не смогли ответить на такие, что где когда-то. Вопрос был оттуда. Ну просто я к тому, что... Так что за вопрос? У собаки три, значит, там... Господи, вот я сейчас... У козы две, а сколько должно быть у петуха? Там, ну вот, приводилось еще ряд букв. Какие-то согласные, гласные, может быть, нет? Да, это буквы, нет. Это просто... Вот я сначала думал, что это такое? Это перья, это, значит, ноги, это что? Потом выяснилось, это количество букв в звуках, которые они издают. Собака говорит гав, коза там «бе», а у петуха такого-то реку восемь букв будет. У каждого времени свои головоломки и задачи, которые это поколение решает. И перед нами стоит головоломка, которую предстоит решить, вот, обуздать искусственный интеллект, поставить его на службу человеку. обучить этого дракона. Об этом, я думаю, поговорим уже в следующую пятницу. Да, Елена Хорошкина, руководитель проектов онлайн-обучения, была с нами. Большое спасибо. Хорошего дня. Радиоболтком.